Здравствуйте, дорогие садоводы! Сегодня мы встречаемся в осеннем саду, и тема нашей беседы будет разговора о гортензии широколистной, или гортензии макрофиля, которая украшает наш сад и является не очень морозостойким растением, и у многих садоводов вопросы по этой гортензии. Мы сейчас видим, наблюдаем гортензию, которая прошла уже через морозы, у нее подмерзли листочки, у нее уже замерзли цветочки, и мы ее должны подготовить к зиме. Эта гортензия не росла у меня в грунте, она росла у меня в контейнерах, в горшках, и украшала вход в дом. Есть два варианта выращивания гортензии. Это гортензия, которая растет у нас в грунте и укрывается, как роза, на зиму. И есть гортензия широколистную, можем использовать в контейнерах и переставлять на свой вкус. Хотите украсть зону отдыха, хотите террасу, и всегда вы можете найти место для зимовки. Это не обязательно в земле, это может быть гортензия прикопана в теплице, может занесена в холодное помещение. Гортензия выдерживает морозы. Она цветет и радует нас все лето. И давайте подготовим нашу гортензию сейчас к зимовке. Я сейчас уберу все листочки, которые засохли с кустика, возьму секатор и обрежу верхние цветоносы. Но не срежу полностью ветки. Я только их немножечко укорочу в месте, где росли цветочки. Все, что нас радовало все лето, сейчас убирается. Убираем листики, все до дного, чтобы в месте, где мы будем сохранять гортензию, в помещении или в грунте, у нас эти листики не загнили и не дали распространяться бактериям. Так постепенно каждую веточку мы очищаем. Обратите внимание, убрав сухую листву, у нас остались еще верхние зеленые почечки, которые не подмерзли. Я просто отламываю его, чтобы здесь был в результате сухой обрыв. Мы не деформируем древесину, а только снимаем тоненькую зеленую часть. Мы почистили нашу гортензию от всех цветочков, листочков, и у нас остались голые веточки. Есть побеги, которые выросли в этом году и цвели, и она цвела на побеге этого года. Но есть побеги, которые остались с прошлого года, которые мы сохранили за зиму. Они перезимовали и тоже цвели в этом году. И мы оставили на них только две почечки, для того, чтобы они ветвились. Этим отличается гортензия постоянно цветущее лето. У нее побеги цветут как прошлого года, так и побеги этого года. Мы подготовили ее к зиме. Сейчас я хотела бы вам показать еще гортензию, которая цветет немножко по-другому. Дорогие садоводы, обратите внимание на следующий куст, который я вам покажу. Он отличается от предыдущего. У него более толстые ветки, более крупные шапки. Это сорт блюд «Шарм». И мы тоже его готовим к зиме. И когда мы почистим, я покажу вам, чем эти сорта отличаются. Убираем все листья, которые подмерзли уже. И обрезаем цветоносы. В самом-самом верху, где у нас цветочек цвел, только сам цветонос. Сам цветонос. И чистим дальше. Обратите внимание, перед нами две гортензии. Они цвели одновременно, украшали. Но обратите внимание, здесь мы видим более тонкие, высокие ветки, которые возвышаются над землей. Здесь более толстые. Это более современный сорт. Он ремонтантный. У него более крупные цветы. Но, скажем так, он менее зимостойкий. И сохранить мы можем только то, что уходит под снег. То, что мы на зиму укроем и перезимует у нас. Ну или, соответственно, если мы оставим это где-то в холодном помещении, то мы сможем сохранить, может быть, чуть больше древесины. Вот то, что стало более темным, я древеснимела. Не зеленую часть. Зеленая часть у нас по-любому отмерзнет. И нам на этих побегах надо весной будет оставить по две почки. Обратите внимание, вот здесь древесина стала темно-коричневого цвета. Наверху две почки. Вот они и дадут красивое цветение нам на следующий год. И весной мы удалим вот все, что вот это вот потемнеет. Оставим две толстых почечки и вот так обрежем. Вот эта ветка, которая живет уже два года. Первый раз она была здесь, она цвела. И когда она перезимовала, древесная часть, мы оставили самые две толстые почки, которые поднялись и цвели в этом году. Но на следующий год мы этот побег удалим полностью. И оставим место уже однолетним побегам, которые будут свисти и радовать нас на следующий год. Но на них мы оставим тоже две почечки только. Давайте поговорим теперь, вернемся к нашей первой гортензии, к постоянно цветущему лету, у которой мягкие гнущиеся побеги. Как мы готовим ее к зиме? Давайте представим, что она у нас растет в грунте. И что же делаем мы для того, чтобы она перезимовала? Наша задача – пригнуть дугами наши ветки. Их можно разделить на две части в разные стороны. И как можно пониже пришпилить к земле, чтобы ей было зимой теплее. В центр мы засыпаем два варианта. Или сухой листву от клёна или дуба. Та листва, которая не гниет и не будет развиваться бактерии, а сохранит тепло и сухость нашему растению. Либо, как делаю я, я не использую лист, я использую землю. Я это бы просто засыпала торфом сантиметров 20, все это пригнутое к земле, и прикрыла это все материалом, как мешковина синтетическим, для того, чтобы это было в сухости. Так готовятся те гортензии, которые мы хотим, чтобы росли более высоко. И тогда мы устраиваем более сложные каркасы, пришпиливаем, делаем наши веточки к земле пониже, засыпаем их листвой или торфом сухим, это делается в минусовую температуру уже, и прикрываем спадбонтом и пленкой. Мои симпатии относятся к гортензии более современной, широколистной. Она может быть менее морозостойкой, чем постоянно цветущее лето, но от нее нам надо сохранить всего 10 сантиметров. Из-за этого просто в таком виде, когда она растет в грунте, я засыпаю торфом 20 сантиметров, засыпаю торфом и прикрываю чуть-чуть лапником. Я даже в этом случае не делаю ни пленок, не ставлю дуги. Вот эти ветки, которые зеленые, остаются сверху, они у меня просто прикрыты несколькими лапниками. Они все равно отомрут, но они сохранят веточку запечатанной, и растение сохранит вот эти вот наши нижние побеги, которых нам надо будет достаточно для обрезки, для цветения, потому что растение растет мощное, красивое, дает толстую ветку и крупный цветок. Она отрастает. Она больше мне напоминает агротехнику все-таки розы и более легкая в агротехнике. Нам надо меньше всего ее готовить к зиме. Один из простых вариантов, которые тоже стали пользоваться наши садоводы, занося эти гортензии в помещение. Из-за этого эти растения сажаются в контейнерах и заносятся в помещение. Это может быть неотапливаемый сарай, гараж, это может быть теплица. Но в этом случае, если это в теплице, которая промерзает, мы тогда прикапываем корневую систему и присыпаем, но оставляем ее там. В помещении она у нас стоит, где плюсовая температура. Мы к этому растению относимся как к жиму, мы периодически навещаем его, и поливаем, если это плюсовая температура. Помещение должно бы быть тогда в этом случае плюс 5 градусов. Если уже плюс 10 или 15 градусов, если это помещение, которое имеет отопление, то тогда раз в неделю полив необходим. Гортензия не перенесет сухую зимовку, потому что на латыни она называется гидрангия, а гидрангия переводится как сосуд с водой. Думая о том, что надо нам не надо иметь широколистную гортензию в саду или как называемая макрофила, которую нужно укрывать и, в общем-то, внимание уделять ей не только обрезкой, но и укрытием на зиму. Ее огромный плюс – это ее цветовая гамма, которая от нежно-нежно-розовых, лиловых, сиреневых тонов, голубых, переходит в ярко-ярко-синие, пурпурные, фиолетовые, бордовые, цветы крупные, гофрированные. Есть серия махровых, романтика гортензии морозостойких, где цветок имеет форму как розочка махровая. Есть у меня обалденно любимый ссор, как называется попкорн, у которой цветочек до конца не раскрывается, лепесточек остается как чашечки и напоминает саму форму попкорна, такой немножечко неопрятную, но при этом фантазийную. Очень-очень много цветов, очень-очень много сортов, имеющих разный лист. Есть сорта зебрина, которые темные-темные стволы фиолетовые стоят, а на них огромные шапки цветов синего цвета, в сочетании, например, синего с черным или черного с белым. Он поражает своей красотой. Старайтесь найти новые сорта, заведите маленького питомца, не покупайте, может быть, сразу крупные кусты дорогостоящие, купите небольшое растение, маленький черенок на выставке, и вырастите его в своем саду с любовью, и пусть он вас радует. Или в клумбе, как было с моим первым растением макрофилов, в которое я влюбилась. Это были неожиданные цветы, это не сильно прикрытое растение было, было достаточно снега, который был зимой, и оно перезимовало. И для меня это было открытие, которое меня очень порадовало. Приятных вам сюрпризов, приятной работы в саду и удовольствия наслаждаться своим цветущим садом. Редактор субтитров А.Семкин